Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня я с вами хотел бы поговорить о той самой сделке Microsoft и Activision Blizzard спустя 4 дня слушания в суде. Вероятнее всего на дату публикации данного видеоролика прошел уже пятый день слушания, но я все равно хотел бы высказаться по тому, что услышал. Опять же, это будет мое личное мнение, если вдруг вы будете с ним согласны, обязательно прожмите лайкусик, потому что это помогает и видосу, и каналу, не забывайте подписываться на канал. Ну а если вы меня поддержите на бусте, где у вас будет доступ к секретному каналу, где мы каждый день что-то обсуждаем, то вообще огромное вам спасибо. Да, а еще знаете, что игры и подписки можете приобретать у неоднократно проверенных ребят из X-Game, ссылка будет в комментариях. Признаться честно, меня вся эта обстановка уже бесит, поскольку все игровое инфополе занято вот этими вот новостями. Конечно, спасибо им за то, что они сливают сейчас очень много интересной информации, что как происходит, что они там планировали и так далее, но мне кажется, что такого быть не должно, и мы, игроки, должны получать такие новости, как что-то новое об игре, какие-то классные функции и так далее, а вот все вот это уже, если честно, надоело. Лично я, помимо русскоязычного контента, поглядываю еще и на зарубежный, для того, чтобы узнать, как иностранцы реагируют на всю эту ситуацию. Мой английский оставляет желать лучшего, поэтому видео на иностранном языке я смотрю в Яндекс.Браузере, ведь там есть функция перевода видео с английского, итальянского, французского, немецкого, китайского и испанского языка. Включаем видос, нажимаем на кнопочку «Перевести» и смотрим с русским переводом. Компания Xbox признает, что они не пытаются быть похожими на Sony. Они вовсе не пытаются быть похожими на Nintendo. Они не пытаются быть похожими на Valve. Они пытаются быть похожими на Amazon. Очень удобно. Ссылку оставлю в описании. И знаете, ребята тоже в шоке от того, что происходит, но они больше, наверное, в шоке от такой более юридической части, потому что понимаешь, что люди, которые разбираются в этой всей ситуации, они не играют. И, соответственно, многое не понимают, еще в шоке от того, что вся вот эта секретная информация вдруг стала доступной для всех. Да, это не менее интересно, но все-таки какие-то новости они заставили взгрустнуть. Начну с того, что, коль мы следим за всеми этими разбирательствами, там, чекаем новости, можно сейчас сделать лишь один вывод. Сейчас идет борьба не за потребителя, не за какую-то там творческую свободу, а просто за лакомый кусочек хлеба, который когда-то там отразится на будущем. Просто борьба за сверхприбыльный и рабочий на данный момент актив. Если вдруг вы еще не поняли, что мы обсуждаем, то мы обсуждаем слияние Microsoft и Activision Blizzard. Но дело в том, что это слияние проходит очень долго, и Джим Райан пытается это заблокировать. В общем, это был бы неплохой сюжет для какого-то сериала или фильма, но так есть на самом деле. Когда ситуация только-только начиналась, у меня было к ней положительное отношение, поскольку я, как и вы, тоже думал, что при слиянии у нас будет там вся колда в подписке, что будет много каких-нибудь классных франшиз, да, по типу возрождения прототипа, что вот пойдут какие-то классные игры, но вот эта сделка, она тянется уже довольно-таки долго, если не ошибаюсь, где-то полтора года. И, как вы понимаете, она не проходит так быстро, как это случилось с беседкой, потому что вот, насколько я помню, когда беседку покупали, они это сделали условно за два щелчка, они объявили, что покупают беседку, они купили беседку. Все, конец истории, зашибенно, ждем игр. Ну, тут как бы Activision Blizzard стоит побольше, аж целых 69 миллиардов, и поэтому у многих регуляторов возникает вопрос, а не повредит ли это рынку, и не начнется ли там игровая монополия. Кстати, все сообщество поделилось, по сути, на три лагеря, кому-то пофигу было на эту сделку, а кто-то был за то, чтобы Microsoft купила Activision Blizzard, кто-то был против. Как вы уже знаете, сначала я был за эту сделку, потом мне как-то становилось пофигу, но после вот этих судебных заседаний, если честно, я уже против этого, реально. И объяснение здесь одно. Microsoft просто не хочет шевелить нормально задницей, чтобы улучшать консоль. Она не хочет наращивать свою базу пользователей за счет, собственно, наручно сделанных классных игр. То есть, если мы сейчас вспомним Halo, Geary, Forza, Fable, да, то мы поймем, что эти игры либо фиг знает, когда выйдут, либо они давно не выходили, либо они вышли, но не поддержались контентом, либо фиг знает, какими выйдут в итоге. Просто если смотреть на эту ситуацию со стороны и Microsoft, и Sony, то к Sony претензий вопросов меньше. И все это за счет того, что они свое превосходство делали кропотливым трудом долгие годы. Да, выпиливают всякие классные игры, которые обсуждают по сей день, и продолжают это делать по сей день. По сей день они продолжают это делать и завозить игры, о которых говорят, и ценятся в круге геймеров. Что делает Xbox на данный момент? Ничего, кроме купить подписку, которая в последнее время, к сожалению, не так радует нас подборками, как хотелось бы. Потому что, увы, но стало фактом, что поддерживать подписку какими-то супер-мега-играми абсолютно всегда очень тяжело. Глянуть на те игры, которые вышли за два с половиной года, ну, можно выделить лишь, наверное, Hi-Force, Forza и... и все. Да. Да, я понимаю, что как бы у нас в ближайшем выходит Starfleet, но он тоже под большим вопросом, какой будет в итоге игра. Потому что комьюнити ее может просто не принять за 30 фпс и так далее. И, соответственно, подробности тоже много раскрывают каких-то мелочей, которые довольно-таки кажутся странными. И за два с половиной года существования Next-Gen консоли для такого платформодержателя, ну, это очень мало. Просто ловлю не раз себя на мысли, что когда у Microsoft происходит какой-то обсер, аудитория в СНГ, почему-то это так вот, знаете, лояльно принимает, что, блин, ну, бывает, ребята, там все получится, к Halo там контент подвезут, но только потерпите, бывает неудача, но следующий год будет лучше. И при этом я хочу вам опять напомнить, что Microsoft это не инди-студия, это просто огромнейший платформодержатель с огромнейшими ресурсами, которые он может, я не знаю, просто впустить на супер-мега-классные игры и сделать игры получше, чем в Sony. Но почему-то он просто этого не делает и пытается просто всех купить. Зачем? И чтобы вы наконец-таки поняли разницу всей этой эксклюзивности между Sony и Xbox, да, в данном ключе, что если Sony, она договаривается насчет выпуска той или иной франшизы, это как бы, ну, должно быть согласие или не согласие, и при этом она не урезает дальнейшие переговоры Microsoft с этой же студией, да, потому что Microsoft после этого тоже могут прийти и договориться на выпуск какой-то другой франшизы, насчет другой какой-то игры, то Microsoft в этой ситуации, она просто берет и выкупает целую студию, делая при этом игру эксклюзивной для Xbox, что напрочь перечеркивает дальнейшее сотрудничество, например, Sony с этой студией. И как говорил Серега Таран, я точно не помню, как он дословно сказал, но тогда, когда деньги валиваются в студию, это не значит, что деньги валиваются напрямую в игру, что, соответственно, да, они там покупают какой-то актив, у нас, возможно, там когда-то будет классная игра, но прикол в том, что выгоднее для игрока вложить сразу в игру, потому что сами посудите, если бы была новость о том, что вот Activision и Microsoft сотрудничают над каким-то проектом, он будет эксклюзивным, он будет масштабным и так далее, это классно. Но когда сейчас форсятся новости о том, что вот Activision Blizzard наконец-таки там покупается Microsoft и так далее, что, типа, что, собственно, это дает игроку? Что, собственно, мне, как Xbox'еру, ну, должно принести с этого радость? Просто, знаете, прикол в том, что стало известно, что Microsoft, она попросту не может договориться с другими студиями. И это часть объяснили тем, что у Xbox и у Ploki очень разная доля рынка и, соответственно, количество аудитории. И выпуская, например, эксклюзивную игру для Xbox'а, то она может просто, ну, от сторонней студии, она просто может не реализовать тех финансовых надежд, которые, ну, на нее были поставлены. А на Sony они больше, как-то, знаете, более выполняемы, потому что там народу сидит больше. И, видимо, поэтому многие студии попросту не идут на сотрудничество с Microsoft'ом. О чем речь, если же до этого стало известно, что Microsoft не раз пыталась добавлять ту же колду в подписку, но ей просто было отказано. Это как и со ситуацией со Starfield'ом. Типа, изначально с ними договаривалась Sony, да, и хотела, ну, получить либо временную эксклюзивность, либо полную, но об этом узнала Microsoft и просто решила купить беседку. Почему бы и нет? Мне просто Фил Спенсер из Microsoft начал напоминать богатенького мальчика из богатой семьи, который просто не может что-то сделать, да, он не может договориться, он не может там поработать, да, сделать какие-то классные игры, там, условно, поработать руками. Он просто берет деньги и просто выкупает, так скажем, просто вкладывается и занимает довольно-таки хорошую часть рынка. И знаете, поскольку и на Xbox, отчасти мне это выгодно, что он это делает, потому что все вот эти проекты, которые выйдут под крылом Microsoft, они попадут на халяву в подписочку Game Pass. Но самая главная проблема в том, что Microsoft при покупке чего-либо, она не думает о качестве проектов, она не думает о том, как поддерживать данный проект, как его фиксить и так далее. Просто если вы взглянете на прошлый опыт, да, Redfall и так далее, то он очень плачевный. Они просто просрали Halo Infinite, который тащился на гробу маркетинга, и фанатов. Фанаты на самом деле капец как защищали эту игру и тащили. И в целом многое прощали разработчикам, ждали, но в итоге получили, сами знаете что. Они просто прострали Redfall, которые переносили Nuggets, чтобы отполировать игру. Indiana Jones, Perfect Dark, Fable, еще какие-то игры, где они, когда они будут, ничего этого тупо неизвестно и особенно неизвестно, в каком состоянии они будут. И именно из-за этого у меня сейчас крайне маленькое доверие ко всему, что делает Microsoft. Если бы не та самая халява, которая работает по сиденью, именно Турция, Аргентина, подписочек и Днипасс, даже самая преданная в кавычках аудитория Xbox, которая возможно даже его будет защищать на этом видосе, она бы послала Xbox в задницу. Реально. Я вам прям гарантирую это, потому что на халяве сейчас Xbox по сути и держится. Ибо представьте ситуацию, если бы все игры, которые выходили бы от Microsoft, вас оставляли бы покупать за фулл прайс. Что, вы купили бы Crossfire X? Что, вы бы купили бы Halo Infinite? Что, вы бы купили бы Redfall? Я что-то очень сомневаюсь. И поскольку опять же халява существует, выглядит это пока не так проблематично, потому что многие говорят, ну типа, что вы ноете, чуваки, и так много классных игр, все дела. Да, дело в том, что дальше может быть и херовые игры. В этом себе, да. Просто если же изначально, да, эксклюзивы, они были какими-то качественными проектами, которые выходили только на одну консоль, даже они сейчас качественными не выходят. Понимаете? Почему лично я сейчас даже против этой сделки? Дело в том, что если сделка не состоится, случится ключевое событие. Да. Это заставит Microsoft отчасти подумать, окей, у нас сейчас нету Cloud Duty, да, мы ставили большие ставки, а что же нам сейчас делать? Может быть, наконец-таки начнем выкачивать там свои франшизы? Может быть, начнем нормально делать оптимизированные игры? Почему бы нет? Работайте, предлагайте, у вас на это есть все. И деньги, и крутые студии, но вот просто делай не хочу. У них почему-то не стоит это в планах, у них нету желания на это. Они просто берут и выкупают, и, собственно, вот их стратегии на там сколько, последние два с половиной года. А вся вот эта вот магия про творческую свободу, про какую-то помощь игровой индустрии, это все просто брехня. Они сейчас, за счет Activision Blizzard, оселят себе замечательное сено, что если вдруг у них игр там не будет, да, и там будут с ними какие-то проблемы, потому что с ними уже проблемы. У них будет замечательная франшиза под названием «Колда», которая уж точно принесет им хоть какую-то там часть денег. Сейчас, да, в принципе, абсолютно всегда нужна здравая конкуренция в видеоиграх, потому что, если вспомнить, там, год 2014, 15, 16, плюс-минус были какие-то конкурентоспособные игры, и уплойки у Xbox, и, соответственно, без какой-либо подписки мы все равно выбирали себе консоль и кайфовали. А сейчас стало ясно, что Microsoft, она отошла от этой стратегии, она сейчас, как из ведра, по сути, и ульет проекты для ненормизов, и, соответственно, даже за счет этого Sony, она просто не прыгает выше головы, типа, зачем им стараться, да, делать что-то крутое, когда они могут выпустить сейчас DLS за 70 баксов, и это будет лучше, чем большинство проектов от Xbox. Я не против игры для норринзов и и тому подобное, но я, опять же, за качественные игры, которые просто давным-давно не выходят, и фиг знает, когда выйдет. Опять же, самый близкий старт, это Starfield, но он вызывает, опять же, очень много вопросов. Просто прошу заметить, что сейчас аудитория Sony, да, она говорит о финалке, она играет в финалку, но мы, в недавний вышедший Redfall, что-то как-то не играем. Мы не говорим об эксклюзивах Xbox, мы играем в совершенно другие игры, но, опять же, не в эксклюзивах Xbox. Поэтому, согласны вы будете со мной или не согласны, это ваш выбор, это мое мнение, но если вдруг вам мое мнение симпатично, да, вы его поддержите, что Microsoft все-таки стоит делать хорошие игры, нежели скупать студии, вот, то поддержите этот видос лайком, подписывайтесь обязательно на канал. Я очень надеюсь, что все-таки этой ситуации, даже несмотря на то, что случится или не случится, Microsoft задумается о том, чтобы все-таки делать какую-то базу из классных игр, нежели просто покупать студии, которые она может купить. И надеемся, что после слияния, если оно все-таки произойдет, колда не станет хуже, потому что ее, поговорю, даже хотят сделать для свича. Вот так вот. В общем, спасибо вам еще раз за просмотр, на этом у меня все, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok